Другое дело, вам интересно с точки зрения Украины, через призму того, что сегодня происходит на вашей земле, оценить возможности, шансы и как они будут продолжать относиться к вам. Ну, сначала давайте я скажу изнутри политической американской кухни, как это воспринимается, и с моей точки зрения в том числе. Если сравнить бэкграунд и послужной список вице-президента Трампа и вице-президента Кемал Харрис, конечно, послужной список Тима Волоса, он намного сильнее, потому что видно, что человек работал и на федеральном уровне очень много, и он работал и непосредственно на местном, региональном уровне, он хорошо знает территорию, географию. То есть это достаточно, так сказать, опытный политик, да, и более того, он пользуется репутацией центриста, и то, что говорят о том, что он радикал, нет, Кемал Харрис выбирал из всех, кто есть, то есть последняя кандидатура была, это Шапира был, губернатор Пенсильвании, и вот он. И остановилась на нем, я так понимаю, там провели такого типа тщательное исследование, чтобы никаких скелетов в шкафу не могли найти, включая никаких заявлений на ту или иную тему, да. Вот, и вроде бы имеется в виду те ценности, которые оставила демократическая партия, но он должен был быть немножко балансом, потому что Кемал Харрис сама немножко радикально левая, то есть она вот все то, что либералы ассоциируют с демократической партией, и она именно представляет вот это крыло демократической партии. И для того, чтобы немножко сделать движение немножко в центр, потому что главная борьба пойдет вот за эти неопределившиеся штаты, которые всем их называют, да, вот, и там нужен человек-центрист, да, поэтому если сравнивать кандидатуру Диджи Венса, который не центрист, который является тем же радикалом, как Дональд Трамп, да, то есть разница между вице-президентом Трампа и между самим Трампом никакой разницы нет, это его молодой клон, да, в квадрате, и поэтому, а за счет чего он будет брать, завоевывать электорат неопределившихся? Вот вопрос. Это я, когда вам говорил, что Дональд Трамп в состоянии эйфории, там, после неудавшегося покушения на него, я думаю, совершил очень важную тактическую ошибку. И, отказавшись взять на напарницу Ники Хейли, я остановился на этой кандидатуре. И вот на этом теперь, я так понимаю, демократы будут стараться играть, и я так думаю, очень ключевым моментом, который определит симпатии, ну, вот такого типа людей, не определившихся, как я, это будут дебаты, которые должны будут состояться, как между Камалой Харрисом и Дональдом Трампом, они должны состояться в начале сентября буквально очень скоро, почти через месяц. Ну, я думаю, дебаты между молодым, неопытным, который всего два года является сенатором, всего два года, понимаете, который не имеет никакого политического опыта, не на федеральном уровне, вообще у нее на федеральном уровне опыт, это два года нахождения в Сенате, да. Ну, вот, и не имеет, тем более, бэкграунда губернатора. Ники Хейли, она имеет опыт и бэкграунда губернатора, она имеет и федеральный авторитет. Поэтому вот именно этот момент, на котором они могут играть, и, скорее всего, они будут играть, но ключевым будут вот эти дебаты. И если эти дебаты будут построены, опять же, на популизме, как это обычно делает тот же Дональд Трамп, он берет, вот так сказать, нахрапом, просто мы не знаем, как Камал Харрис будет вести себя в этой ситуации, как Джо Байден, или она вспомнит, что она бывший прокурор, поэтому это очень важно, именно тут, может быть, маятник качнулся. А то, что сегодня опросы общественного мнения говорят, вы на них не обращайте внимания, они врут. Они врут, потому что они идут ноздря в ноздрю среди своих, то есть там паритет, поэтому говорят ноздря в ноздрю, а в этих неопределившихся штатах неангажированного исследования не проведено. Но все те, которые проводят, они на процент два дают преимущество одному, эта сторона говорит другому. Поэтому лишний раз понятное дело, что там тоже они идут ноздря в ноздрю. И должно что-то такое произойти, что двинет маятник в ту или иную сторону. Поэтому очень важны эти дебаты. Но если сравнить на старт, вот так со стороны, я так смотрю, я так думаю, республиканцы упустили тот шанс, который им давал безоговорочную победу. Они сделали вот эту ошибку с кандидатурой в вице-президента. И это может им дорого обойтись. Хотя вполне может быть. Можно допустить и то, что если Камала Харрис неудачно проведет так же, как, например, Джо Байден, дебаты, потому что можно быть прокурором, но люди не смотрят. Вот те, которые смотрят телевизор и которые не определились, они хотят посмотреть, кто победит в этой борьбе. Это же шоу, и поэтому это тоже играет большую роль. Вот вы же видели, как Байден, который имел как будто бы 50 лет опыта, как будто бы биография вроде бы спокойная, так сказать, уравновешенная, если так взять. Ну, старик, да, в этом плане. И вдруг он проиграл. И ему никто не вспомнил, что это человек 50 лет сидел там в большой политике, делал много и хорошего, и плохого. То есть никто не вспомнил, что, например, сегодня экономическая ситуация в Америке более-менее нормальная. Все смотрели на картинку. В этой картинке он выглядел очень ужасно, неудачно. И все говорят, а на какой черт нам такой президент? Это же позор, стыд. Это же не только мы будем видеть. Он же будет представлять Америку по всему миру, понимаете? Лучше уж вот этот хулиган какой бы ни был, но хулиган, он наш, он колбой, он вот тот, тот. Все боятся, кулаком шандарахнут. Это работает, это работает на электорат. Поэтому популисты всегда по жизни популисты так и берут, понимаете? И раз это работает, почему мы этим не пользоваться? Этим только тогда перестанут пользоваться. И тогда перестанут появляться популисты. Когда придет время технократов везде, ну технократы как будто бы сегодня возвращаются. Они в жизнь возвращаются, и вот эти все искусственные интеллекты и все остальное. Это время как раз-таки технократов, да? Потому что технологическая революция, все проводит жизнь они. Просто другое дело, пока мир-то он не один же, тут развитые, тут недоразвитые. Поэтому это хочешь не хочешь, популизм будет всегда процветать. Просто другое дело, когда этот популизм происходит вот в такого типа стране, которое сегодня влияет на всю планету, да? Поэтому это, конечно, надо тоже учитывать. И если Камала Харрис, ее, так сказать, политтехнологи, ее команда, я не думаю, там дураков нету, ни у республиканцев, ни у демократов нету. На кому огромный день, огромный день. Если исходить из суммы этих денег, у демократов их сегодня больше. А раз у них сегодня больше, значит все те люди, которые эти деньги зарабатывают, получают, и ради этого проталкивают, и им нужен конечный результат, они сделают все для того, чтобы нейтрализовать, например, тот эффект от неудавшегося покушения на Трампа, на котором, они так сказать, он взлетел, вот, и сыграть на той ошибке, которую он допустил в силу своего эго и взял с собой Ники Хейли в этом плане. И как они на этом сыграют, и здесь очень важны эти дебаты, вот то, что они сделали, кандидатура, вот очень хорошо, вот многие говорили, да, Обама хотел протолкнуть свою жену, и Обама, и Джордж Клуни, и Нэнси Пелоси, они хотели фишку, да, вот с их точки зрения, они понимают, шоу, фишка, да, мало того, что тут одна азиатка, женщина, а тут еще, пускай, две будут, и одна будет афроамериканка, другая будет азиатка, да, тоже, да, фишка, да, фишка, но эта фишка не возьмет же всю Америку, эта фишка же, она должна как-то быть, должна быть принята всей Америкой, особенно вот этими неопределившими статами, когда политология же, это наука, базирующая на социологии, да, если надо, значит, социологию этих семи штатов изучить, и когда ты изучаешь социологию этих семи штатов, получаешь, выясняется, что кандидатура вице-президента Диджи Вейнса слабее, чем кандидатура Тима Уолса, именно в этих штатах, может быть, исходя из этого они выбрали его, потому что должность вице-президента, она, вы видели, как Камала Харьев, 4 года, мы ее не видели, не слышали, да, бывают иногда амбициозные какие-то, как люди, как Дик Ченни, да, которые, его только надо было сдерживать, да, для того, чтобы он не выгнал президента со своего кресла, но это бывает иногда такого типа момента, но должность вице-президента, это просто на всякий случай, да, типа он заменит там по конституции, не дай бог, президент умрет, нужен его голос в законодательном собрании, в Сенате, когда там 50 на 50, плюс ему дают, конечно, определенный фронт работ, который он должен делать, но не выпячиваясь, да, потому что впереди должен всегда быть тот же президент, тот же Линдон Джонсон, когда появился вдруг Линдона Джонсона на фоне такого яркой фигуры Диэвки Кеннеди, никто даже не обращал меня, я говорю, вот видите, он появился, тот же Джеральд Форд, который был при Никсоне, точно так же мало кто на него не обращал меня, он, в принципе, также серой мышкой завершил эту свою каденцию, да, президент, поэтому это важно вспомнить, да, Камала Харрис, ничего не говорили, я вам в эфирах всегда говорил, да, придется ему уходить, я это настаивал на том, и вы видите, год, и он, на самом деле, ушел, и я когда вам говорил, что именно других вариантов нет, потому что так же должна выйти Камала Харрис, других вариантов, потому что она вторая, вторая по Конституции, она вторая по всем позициям, потому что если бы они, например, не Камалу Харрис взяли бы другой, это было бы позор для демократов, ведь они однозначно проиграли, поэтому они просто дождались этого момента, они прочувствовали, увидели, что он проиграл эти выборы, шоу им не удастся сделать 19 августа, которым они, потому что это шоу, это шоу надо продавать, то есть это как бесс-селлер, да, вот книжка продает, бесс-селлер, хорошо продаваемый, они должны сегодня хорошо продать этот товар. Вот республиканцы показали, они немножко сделали ошибку с продажей этого вице-президента, на этом эти будут играть, однозначно, это и не только здесь тема прокурор-уголовник, здесь вот именно как раз-таки встретится, для меня даже важнее будут дебаты не Камала Харрис и Трамп, я уже знаю, там будет какой разговор, это будут прокуроры-преступники, и Трамп будет стараться увести ее в область внешней политики, в область каких-то вот этих клише, которым она может быть не так хорошо владеет, потому что она не занималась внешней политикой, да, он будет стараться притянуть ее на эту территорию, она будет его тянуть на территорию уголовника, да, с этим понятно, а вот здесь это точно, потому что их, вот Камал Харрис его избрала, именно для того, чтобы взять вот эти голоса, взяв эти голоса, тот, кто возьмет эти голоса, тот и победит эти голоса, потому что так на федеральном уровне, да, Трамп не опережает тоже Камала Харриса однозначно, это все говорят, это признают сами республиканцы в том числе, поэтому очень важно то, что мы сейчас услышали, и я так думаю, давайте еще дождемся этих дебатов, потому что ровно через дебаты можно будет... Теперь что касается того, как это может отразиться дальше, или то, что этот вице-президент, там сказать, несколько раз засветился в позиции, так сказать, положительно отозвался об Украине, он однозначно стоит на позициях демократической партии, вот как демократическая партия, поэтому они все так и говорили, если вы сейчас, вы просто сейчас услышали то, что он так сказал, а вы пойдите, поинтересуйтесь, что говорили об этом почти 200 конгрессменов, демократов в массе своей, да и сенаторы, они все так же и говорят, потому что это позиция партии, это позиция исполнительной власти, это позиция лидеров этой партии, если они сегодня проталкивают это, и у него, вот спросите завтра у него позицию про Ближний Восток, он точно так же про Ближний Восток скажет, точно так же он скажет о том, что мы стоим на защите Израиля, но мы против того, что там убивают мирное население, Палестины и так далее, потому что это тактика демократической партии. У вице-президента здесь однозначно, вот как его назначили, пока он рот даже Диджи Венс не открыл, уже было ясно, что он будет говорить все то, что говорит Дональд Трамп касательно, как Украины, касательно именно этой самой тематики. Поэтому надо не строить иллюзию и не самаманно сказать, вот это друг пришел. Это не друг Украины и не враг Украины. Это про армянский ошибка по Фрейду. Это про американский политик, который будет спекулировать теми тематиками, которые являются спекулятивными, как во внутриполитической жизни Америки и как обеспечивают тот или иной нарратив той или иной партии. Поэтому давайте иногда, знаете, вот я, как я тут говорил, классик, обмануть меня несложно, я сам обманываться рад. Так что не строите иллюзий от того, что если кто-то сказал, вспомните того же Линси Грема, который какие песни пел у вас там в Киеве и где он сейчас находится. Не нужно очаровываться, и тогда не будем разочаровываться. Это действительно так. Но тут продолжение этой темы. Ведь, по сути, каждый из кандидатов будет искать свои какие-то темы, чтобы набирать очки. Я не знаю, наверное, Дональду Трампу как недействующему политику это делать сложнее. Он разве что выезжает на популизме. А все сегодняшние все достижения, ну, кстати, как и поражения, они будут рикошетом отображаться на судьбе Камалы Харрис. И буквально вот в эти дни все продолжают обсуждать большой обмен, который произошел между Россией и представителями западных стран, там и Германия, и Соединенные Штаты Америки. И я была удивлена. Наше с вами нелюбимое издание политика. Ну, абсолютно. Знаете, ну вот как нет людей, которые разбираются в российской повестке дня или в российской политике, так вот их и нет почему-то среди аналитиков западной прессы. Там написали о том, что в Вашингтоне надеются, что уволенные, освобожденные российские оппозиционеры как будто бы оживят антипутинское движение. Оказывается, есть антипутинское движение. Может быть, мы с вами как-то где-то пропустили. Но вы знаете, что этот обмен, он наделал и для нас много шума. Во-первых, ну так кулуарно заговорили, что не дай бог США и Россия будут за нашей спиной договариваться. Хотя я знаю, что это неправда, и этот обмен, и Джек Салливан об этом сказал, никак не связаны с нашей войной в буквальном смысле. С другой точки зрения, Америка забрала российских оппозиционеров, которые, с одной стороны, как будто бы осуждают войну, с другой стороны, говорят, что санкции нужно снимать. Их вроде вернули и освободили. А они говорят, что они не соглашались и хотят вернуться в Россию. И вместо этого, например, не забрали наших военнопленных. Что было бы справедливо. Одним словом, что это? Это просто пиар такой, когда используются громкие имена, узнаваемые люди. Ясно, что Эмона Гершковича забрала Америка. Или здесь действительно есть ставка на то, что условно Яшенко, Рамурза, Пивоваров, что они могли бы стать сильной антипутинской такой силой? Здесь несколько моментов, которые надо озвучить. Первое. Давайте я озвучу свою личную позицию, чтобы вам было понятно. Мои отношения сразу к этому делу. Все те, кого освободили, которые называют российской либеральной оппозицией, являются врагами Азербайджана, являются врагами Украины, являются врагами Грузии. Я конкретно называю эти страны, которыми все эти люди, в принципе, и Молдову тоже самое, Приднестровье. То есть я, чтобы не забыть, да, те территории. Вот. И почему объясняю? Потому что они все имперцы. Они все имперцы. И для них подход. Вот они все в той или иной мере. Начиная с покойного. Алексея Навального. Мы уже много раз на эту тему говорили. Он уже скончался. Упокоить все его души и допросить все вышли все его прегрешения. Вот. Но мы все помним все то, что они все говорили. Касательно и Карабаха, касательно и Абхазии, и Цехвальского региона, и Крым, и Прабадургут. Много о чем мы это слышим. Вот. И все эти 20 лет они в той или иной мере обслуживали этот режим. Их взаимоотношения с Западом. Западной частью, это может быть и США, это может быть и Европа, не играет никакой роли. Они являлись пятой колонной и получали гранты. И проталкивали с позволения этих властей, российских властей, все то, что нужно было и Западу, и российским властям в той парадигме отношений, которые существовали между Россией и тем же Западом, которые делали деньги на уровне триллиона долларов. И телекомпания «Дождь», и «Эхо Москвы», и все эти российские оппозиционеры получали гранты в той или иной мере, по тем или иной программам. И прекрасно существовали. Многие из них даже попадали в определенные структуры, даже многие из них и сидели в Госдумах. И они спокойно могли существовать. Даже им разрешали проводить и митинги, и многое другое. Не забывайте, что 25 лет у власти в России находится спецслужба. Бывший комитет госпезопасности. И они прекрасно знают, кому что разрешено, кто является чайником, откуда пар надо выпускать, начиная с Владимира Познера, в советских времен, который этим занимается. И по сегодняшний день он этим занимается. Поэтому у него, только у него на прямом, на российском канале был прямой эфир. Именно прямой эфир. Ему было разрешено все, кроме того, что нельзя критиковать лично президента России. Всех остальных, как хочешь. Можешь даже Госдуму называть Госдумой. И больше никто ему слова не сказал. И он с тремя паспортами спокойно катается по всему миру. Потому что он человек этой системы. Так же, как они все вот эти оппозиционеры, так называемые. Ну, немножко правила какие-то нарушены оказались во взаимоотношениях между Кремлем и Западом. Поэтому, естественно, все те, которые неправильно это понимали, или не так сориентировались как-то, они, естественно, оказались под раздачей. И не все же оказались в тюрьмах. Бенедиктов, Алексей Бенедиктов спокойно сидит в Москве и продолжает вещать. Название своего канала поменял, грубо говоря. И продолжает вещать и ничего. И никто его спокойно не трогает. Когда выясняется, с кем он общается, куда он ездит, и как часто он бывает на той же старой площади, начинаешь понимать, ну, какой же это оппозиционный канал, который говорят о том или о чем. И посмотрите на их реакцию на эту войну. Может быть, именно через эти каналы и выясняют всех недовольных, инакомыслия и так далее и тому подобное. Об этом тоже не задумываются. Вы должны понимать, это так работает эта машина, и спецслужб в том числе. И никто не должен их укорять. Это работа спецслужб. В любой стране. И США так работают. И поэтому нет ничего удивительного. Поэтому, когда этих оппозиционеров хотят преподнести, как борцов за, так сказать, идеалы, демократии, свободу слова, то есть представить хотят их как узниками совести, да. А какие они узники совести, когда они не защищают те принципы, которые на самом деле в первую очередь называются международным правом. Как они вели себя в 2008 году, в августе, когда аннексировали Цхамвальский регион, когда вот это все произошло с Грузией. Я не хочу уходить там глубоко, да, уже насчет Карабаха. Я это все сказал, чтобы люди не думали бы о том, что у меня предубеждение. Я вот, видите, начинаю с 2008 года, с Грузии. Как они все вели себя? И они во всех этих эфирах, многие из них точно так же. И с 2014 года, как они себя вели? Вспомните аннексию Крым. Почему их тогда никто не сажал, не арестовал, ничего? Потому что они все молчали в тряпочку, а многие поддерживали это все. И когда они вдруг стали неугодными такими, когда они просто неправильно сориентировались в той ситуации, которую сегодня представляет современная Россия. Потому что современная Россия, она шла к тому, к чему она пришла. С 2007 года, я имею в виду, во взаимоотношениях с Западом. А до 2007 года она занималась тем, что называется у них мочить с артирой, да, завинчивала гайки внутри. И если вы сидите там внутри, вы должны понимать, какие правила. Правила поменялись. И под эти правила вы должны были подстроиться. Но они не подстроились. Ну, теперь Запад спокойно их вытащил туда. Запад же кого будет? Посмотрите, если домохозяйки Тихановской делает лидера украинской оппозиции. Ну, это вот она завтра, представим, все, завтра нету Александра Лукашенко. Вы что думаете, Тихановская, она станет президентом Белоруссии, если белорусский народ пойдет за ней? Категорически нет. Потому что мыльные пузыри на Западе регулярно делаются. Мыльные пузыри сейчас из нее делают. Мыльные пузыри делают из супруги покойного Навального. То же самое делают. И вот из них тоже самое будут делать мыльные пузыри. Более того, кто будет делать? Те, которые будут выделять гранты и под них будут списывать гранты. Многие будут зарабатывать на этих грантах. Это тоже бизнес. Поверьте мне, это довольно неплохой бизнес. Люди на этом бизнесе по 30-40 лет сидят и хорошие деньги зарабатывают. Мой родной Азербайджан со своей проблемой Карабаха. Наглядное тому свидетельство. Сколько западных дипломатов, политиков, конгрессменов, сенаторов, неправительственных структур, институтов всяких, умных таких-то, которые по летающим тарелкам, так скажем, которые занимались всей этой проблемой, получали хорошие гранты, катались по всему миру и так далее. Я уже не говорю о том, что сам политический процесс, который шел в рамках Минской группы ОБСЕ, это же сколько денег в это было угрохано. И кто-то этим уже занимался, кто-то этим был заинтересован. И поэтому многие из них оказались неуделы и оказались недовольными. Тема закрыта Карабаха, вопрос исчерпан. Значит, нужно сейчас вытягивать оттуда отсюда. Поэтому они не радуются этой победе, потому что они все остались неудел. Вот точно так же, как и те, которые работали с российской территорией, точно так же им нужно сегодня оказаться профпригодными. И им нужна тема, им нужен материал, с которым они будут работать. Вот этот материал они оттуда вытащили. И они не руководствовали с какими-то нравственными ценностями. Им до лампочки, кого взамен будут это делать. Им наплевать на семью убитого в Германии, чеченского, чеченца. Они кто-нибудь спрашивают у семьи того убитого. И представьте себе, да, убийцу. На самом деле убийцу, да. Я уже не говорил о моральном факторе, о том, что так мирных людей меняют на убийцу. Это всегда так было. И во взаимоотношениях между большими странами не стоит искать здесь справедливости, нравственности. Это на самом деле жестокий мир. Политика это очень такая жестокая тематика. И в этой тематике обычно страдают все те, кто смотрит на это совершенно розовыми очками, не понимая это. А потом вдруг они сами лично оказываются под раздачей, да, в тюрьмах той или иной страны. Или же их страны оказываются под раздачей, под бомбами. И начинаешь оглядываться на Запад, например, да и говорить им, как, мы же как будто бы рассчитывали на вашу поддержку, мы же пошли этим путем. И в Грузии так это было, и у вас в Украине так это было, и у меня в родном Азербайджане так это было. Ну и что в результате? А Запад что делает? Шаг вперед, два назад, и потом и деньги делает с ними. Демократия делает деньги с автократией. Поэтому это все то, что вы видите. С точки зрения нравственности, конечно, это безнравственность. С точки зрения политики, это вполне прагматично, это вполне реально, нормально. И здесь, конечно, в первую очередь, это нужно было администрации Байдена, который на этом пропиарил. Все вы правильно отметили, что именно это была хорошая пиар-компания, у которой нет сегодня Дональда Трампа. Поэтому Дональд Трамп не знал, как прицепиться к этой теме. И дайте мне условия, дайте это то, при мне вот так было бы, ну ты хотя бы скажи, что граждане Америки освободились. Ты же тоже граждан. Возьми хотя бы пару хороших слов, скажи такого типа, которые приняты в американском обществе. То есть я, например, то, что я сейчас вам озвучиваю, я сказал с точки зрения гражданина Азербайджана. И с точки зрения просто обычного человека, не политика. Но если говорить с точки зрения американца, с точки зрения политика, тогда мне это все понятно. Мне понятно, что это пиар-компания администрации Байдена, которая напрямую связана с президентской компанией. Никакого отношения она не имеет ни к российско-украинской войне, никакого отношения она не имеет ни к ближневосточному конфликту, и никакого отношения ни к какому-то другому региону мира. Это чисто внутреннее дело США. И США под это дело построили всех, включая канцлера Шольца. И поэтому пожарным методом, пожарным методом, именно были арестованы пять граждан Германии, потому что Германия все-таки это не Франция и не Италия. Германия это лидер Европы, и Германия довольно сильная страна. Это номер один. И Соединенные Штаты Америки всегда считались Германией. Германия, заметьте, почему Германия такая после и Второй мировой войны она возродилась, и сегодня Германия очень. И та же Урсула фунтерляйн не случайно обратно оказалась в этом кресле. Потому что Германия так захотела, потому что она там представляет интересы той же Германии. И она не представляет там интерес ни США, ни Украины. Понимаете? Она представляет там интересы именно Германии. Поэтому Германия, Германия могла бы, естественно, упереться в этой тематике. Для того, чтобы у Германии тоже было все хорошо, и чтобы этот канцлер Шольц это продал бы своему германскому обществу, россияне помогли, помогли канцлеру Шольцу, арестовали заранее еще пять немцев, для того, чтобы он завтра мог сказать, что я освободил и немцев тоже для нас. Ну какая разница? Точно так же та же аргументация, которая приводит именно Джо Байден и его администрации. Тут еще один маленький нюанс. Обратите внимание на это. Я так думаю, в Кремле не очень-то уверены в результатах выборов. Вот эта ошибка с Ники Хейли, которую совершил Дональд Трамп, Кремль заставляет Кремль играть на демократической улице. Точно так же, для того, чтобы мы сделали вам реверанс тоже, мы дали вам хорошую пилюлю, пиар-компанию, которую вы можете искать. Он же мог бы и отказаться, он же мог бы сыграть, так, как играет сегодня тот же Натаньяху, например. Потому что Натаньяху однозначно сделал ставку. А в Кремле они однозначно ставку не делают. Да, они в душе, естественно, сторонники. Они хотели бы, чтобы это было так, да. Но они понимают о том, что это может быть и не так. Поэтому, может быть, и не стоит нагнетать. Давайте мы получим то, что нам надо, дадим то, что им надо, пускай они пропиарятся. А если мне нужно будет дальше снова что-то сделать через полгода, я за полгода еще там человек 20-30 иностранцев найду, которых арестую, посажу, и они посидят там, а потом снова будем торговать. К сожалению, это реалии, большой политики. Для Путина всегда люди были живым товаром. Это не впервые, когда он действительно собирает всех этих людей. Хотя остается загадкой, почему европейцы, американцы продолжают ехать в Россию после всего того, что было. Но я, как по-другому, на самом деле, не случайно сказала, что абсолютно все достижения, недостатки, они будут рикошетить на Камалу Харрис. И Джо Байден, когда стало известно о том, что он снимает свою кандидатуру и не будет претендовать на следующий срок президентский, он сказал, что он сконцентрирует свое внимание на двух самых главных вопросах. Ну, помимо, конечно, Америки. Это будет Украина, и это будет Ближний Восток. С Украиной мы с вами так успели какие-то главные последние новости обсудить, и нельзя сказать, что тут светит в ближайшей перспективе какая-то победа. А на Ближнем Востоке ситуация начинает накаляться и накаляться. Вы вспомнили про Шойгу, который уже не является в должности министра обороны, но он побывал в Иране, он отправился в Баку, и все это на фоне того, что Израиль ждет удара Ирана с помощью своих прокси, Хизбаллы и не только. Вот сейчас по последней информации, как будто бы Хизбалла и Иран решили отсрочить свой удар. Они сейчас говорят про четверг-пятницу. Думаешь, понимаем, так что это можно играть бесконечно. Они, в общем-то, уже сказали, что и само затягивание времени это уже наказание для Израиля. Тем не менее, расскажите, пожалуйста, а что в буквальном смысле делает сейчас Россия на Ближнем Востоке в том числе, потому что появилось же вчера в ДТП сообщение, Путин попросил Иран не слишком сильно бить по Израилю, и как будто бы он здесь тоже пытается делать вид, что он имеет влияние, что он имеет силу, и что он может быть голубем мира. Ну, конечно же, Путин против войны. Вот я одна вещь вам рассказал про пиар-компании, которые идут здесь с президентской здесь в США. То, что происходит на Ближнем Востоке во взаимоотношениях Ирана и Израиля, особенно вот после того, как был убит Исмаил Хани на инаугуру... сразу же вечером после инаугурации вновь избранного президента Ирана. Это далеко не случайно, потому что он до этого постоянно находился в Катаре, а в Катаре категорически запрещено было это сделать, и именно запрещено было Израилу это делать, и запрещали именно американцы. Вот. А теперь Натаньяху приезжает в Америку, Натаньяху имеет здесь определенные встречи в Америке, лично с Дональдом Трампом. Опять же, Натаньяху довольно сложной ситуацией всегда был, но Натаньяху политик опытный, многолетний, он знает, что такое большая политика, и что нужно для того, чтобы удержаться на плаву. Для того, чтобы удержаться на плаву, нужен всегда внешний враг. Это всегда так, это не только в Израиле, это в любую страну возьмите, и США в том числе. 11 сентября все объединились вокруг Буша, вот и все, и те, которые его не любят. Завтра будет не Буш, будет Трамп, так же все объединятся, будет Камал Харрис, так же все объединятся, построят. Так же в России вот война, все вы видели, как сегодня они точно там в Яркомпании, и в Иране это так же, и в Израиле так же. И вот на Таняху сегодня на этой тематике объединение, объединение нации, которое половина нации, его не любит, но учитывая, что идет война Израиля со всем остальными, в первую очередь с Хамас, то есть и всех тех, кто поддерживает Хамас, значит, нам нужно сегодня спасать сначала страну, а потом будете заниматься моль, на Таняху так думать. На Таняху исходит из того, что и в Соединенных Штатах Америки сегодня, учитывая, что США это является стратегическим партнером Израиля вне НАТО, любит меня Байден, не любит меня Байден, он меня будет защищать ровно настолько, насколько он не может меня не защищать. Однозначно, и авианосцы пришли туда, и с британцами договорятся, то есть все сделать для того, чтобы завтра это боком не обошлось бы тому же Байдену в его предвыборной кампании. Выгодно это на Таняху? Конечно, это выгодно. Теперь, насколько это выгодно Байдену? Байдену это выгодно, чтобы на Израиля не нападали бы, и что он показал, что он отстоял от Израиля. Отлично. Но если это выйдет из-под контроля, это Байдену уже не выгодно, потому что, если он выйдет, он должен будет реагировать. А как он будет реагировать? Мы же видим, как он реагирует вот все эти, целый год на то, что происходит после того, как Хамас напал на Израиль. И уже там мы видим позицию администрации Байдена, и как она категорически отличается от позиции администрации Трампа. И Натаньяху на этом прекрасно играет. И это идет согласованно именно с командой Трампа и лично с ним. И понимая все это, ты понимаешь, что почему убили Исмаила Хамине, и почему убили его именно в Иране. Потому что именно создать определенную эскалацию и на этой эскалации как-то дотянуть до конца президентской кампании. Или же сделать плохо Байдену и его администрации с учетом того, потом сказать, что они не могут решить, они не могут защитить стратегического партнера. Вот если бы когда я был, тут Абрамовское мое соглашение и так далее, и тому подобное. Будет на эту тему спекуляция одна. Или же с другой стороны, с другой стороны сделать так, чтобы на этой тематике Байден, например, постарался не эскалировать эту тему, вот то, что он сейчас старается делать, занялся челночной дипломацией и в результате этой челночной дипломатии, этой всей эскалации Натаньяху спокойно досиживать до конца президентской кампании. И Натаньяху именно это надо. То есть здесь выигрывает и Трамп, здесь выигрывает и Натаньяху. Большая война не нужна никому, никому, и включая того же Трампа точно так же. Здесь нужна игра, из которой они эту игру используют внутри здесь Соединенных Штатов Америки. Это используют в Израиле Натаньяху, однозначно используют. Теперь, как это выглядит с точки зрения того же Ирана и что Иран может в этой ситуации сделать. Поэтому не случайно очень важно понимать, какие идут внутриполитические процессы в том же Иране. Несколько важных тезисов, которые вам нужно услышать, чтобы понять. Я не хочу глубоко вас туда окунать, а вот кратко это я вам скажу. Нынешний лидер Ирана уже глубокий старец. Ему уже довольно много лет и он плохо себя всегда чувствует. Все понимают, что он готовится к себе преемника. Преемника, одним из преемников был Ибраим Райси, как вы помните. Ибраим Райси конкурировал с сыном самого этого Али Хаммэнея, этого духовного лидера, который имеет духовный сан. и внезапно погибает Ибраим Райси. По сегодняшний день никто не знает, как это произошло, но то, что это произошло внезапно, и то, что он был радикальный по отношению, по сравнению с нынешним президентом. Все это отмечали. Бывший прокурор, так сказать, десятки тысяч указов подписывал на смертную казнь. и как он относился ко всему тому, что происходит здесь в регионе. Включая мой родной Азербайджан, и нападение на посольство Азербайджана, и сгибелью азербайджанских дипломатов, и заморозка многих отношений на год между Азербайджаном и Ираном. Это было как раз при Ибрайме Раисе. И вдруг в этой ситуации духовный лидер Ирана принимает решение допустить до выборов, то есть не только он и его ближайшее окружение, допустить до выборов человека, этнического азербайджанца, этнического тюрка, который открытым текстом говорит все то, что в Иране не принято говорить. Открытым текстом вспомнили его эти самые ролики и показывают, что он говорит, я в семье запрещаю говорить на фарсе, у меня в семье говорят на азербайджанском языке, и более того, придя к власти, я разрешу школу открыть, потому что по сегодняшний нет статистики, никто не знает, 20 миллионов азербайджанцев, 40 миллионов, 30 миллионов, никто не знает, но точно знает, что половина населения сегодня, как минимум половина населения это этнические азербайджанцы, я уже не говорю про другие этнические группы, то есть делаю я к тому, что те фарсы, они не являются сегодня в этой ситуации, когда вокруг кипит, геополитическая обстановка так бурлит, не все так однозначно, внутри страны несколько раз уже были социальные взрывы, последний раз вы помните, к чему они привели, вот с хиджабом, тематика, это же огромный миг, они проходили не только в Сегеране, они проходили именно в тех территориях, где живут вот эти этнические меньшинства, потому что это погибшая девушка была куртка паноциальная, курдянка, вот, но очень много было ей в Исхахане, в Табризе, вот там, где проживает очень много и этнических азербайджанцев в том числе, и поэтому, вот как я давечу говорил про Россию, когда надо чайни вскипить, надо крышку открыть, чтобы пар выпустить, да, вот они подумали, а зачем нам в этой ситуации нам эскалация, Ирану эскалация, все не нужно, Иран просто ее не вытянет, и у Ирана нет для этого ни экономических, ни военно-технических возможностей, однозначно, напоминаю вам, как Иран пришел на границу Азербайджана, где во времена Ивраима Рейси, где-то полтора года назад, побряцали там оружие, пальчиками так пригрозили с определенных центров региональных, и в Турции в том числе, да, и все моментально это все было обратно убрано, да, но это, так сказать, это то же самое, как они в апреле месяце более 300 ракет бросили в сторону Израиля, да, и заранее дали знать, это как в мультфильме, это самое, ограбление по-итальянски, как Марио грабил банк, это то же самое, заранее все говорят, вот это так, вот так, вот тебе три ракеты пойдут, и их разбивают в прямом эфире, да, и ничего не дашь, и таким образом сказать, что Иран сохранил свою жизнь. Я так думаю, Иран сегодня будет делать именно вот таким макаром, отвечать на ту пощечину, которую целенаправленно на Таньяху и тех, кто его на это подвиг, дали Ирану, и иранскому руководству, убив лидера Хамас непосредственно в Тегеране, то есть одно дело, его убили бы где-то, как убили генерала Сулеймани, там в Багдаде, в аэропорту, это один вопрос, а тут непосредственно человек приехал на инаугурацию, и ты убиваешь его там, это значит, это месседж отправляете и тому же духовному лидеру, да, то есть мы можем завтра такое сделать, и с тобой в том числе, а это как внутри страны будет восприниматься, что за страна, когда вы не обеспечиваете безопасность иностранных гостей, которые приезжают на инаугурацию президента, поэтому здесь, конечно, вопросы имиджа, престижа, спровоцировать для какой-то определенной эскалации, они, конечно, имеют место быть, ну и поэтому все так активно зашевелились, включая даже и Ардане, которая в апреле месяце вела себя по-другому, а вчера этот, министр иностранных дел, и Ардане, уже был в Тегеране, и тут в этой ситуации появляется и бывший министр обороны России, нынешний секретарь Совета Безопасности, появляется в Тегеране, не забывайте, от того, что Шойгу сегодня министр обороны, и всех его заместителей сегодня посадили в тюрьму, и там, за коррупцию, то да все, Шойгу не трогают, потому что он человек системы, он человек команда, его просто перевели туда, и он будет выполнять определенную роль, так же, как выполняет, например, тоже бывший так называемый президент Дмитрий Медведев, это те роли, которые им отведены, и сейчас вот Россия проводит пиар-компания, это пиар-компания, как вот Байден провел с этими военнопленными, с этими российскими оппозиционерами, тоже пиар-компания, то есть мы тоже есть, мы тоже активно здесь, мы тоже здесь имеем свои, так сказать, свое слово, нашему слову прислушиваются, и американцам этот месседж, и Израилю этот месседж, и европейцам, то есть с нами считайтесь, вот вы с нами посчитались в вопросах пленных, видите, мы с вами сыграли эту игру, он с ними поговорил туда-сюда, в этом плане, ну наверняка мы им поможем и с противовоздушной обороны, у нас эти моменты будут, то есть это наш союзник, мы его поддерживаем, да, в этом плане, но мы можем и на него повлиять, чтобы он не эскалировал, Блинкин, ты там летаешь, мы тоже своего, надо будет, ты давай втихаря там тоже встретись где-нибудь, и тихо-тихо-тихо-тихо, это от украинской тематики, давайте отойдем, и хватит эту украинскую тематику, давай эту бодягу закрывать, давай эту бодягу закрывать, именно так, как и вам выгодно, и нам выгодно будет, то есть вот это вояж Шойгу, посмотрите, безтенную призму, естественно, естественно, Шойгу должен будет залететь и в Баку однозначно, почему, потому что это Азербайджан, это приграничная территория, и поэтому Азербайджан и позиция Азербайджана здесь, она однозначная, и то, что Азербайджан равноудален, это же, опять же, война Израиля и Ирана, это не наша война, Ближневосточная проблема, это не наша проблема. Российско-украинская война, это не наша, это не мы затеваем, это затевают большие страны. Вот пускай они разбираются, но другое дело, география, это наша география, география всегда, я говорю, это хорошо и плохо. Это наши соседы и половина, как я давеча сказал, этнические азербайджанцы. Если там начнется полномасштабная война, куда попрут эти миллионы? Посмотрите на карту и тогда будет понятно. Часть пойдет в сторону Афганистана, часть пойдет в сторону Ирака, часть пойдет в сторону Азербайджана. Остановите вы эти миллионные потоки? А если на самом деле запылает, мало не покажется всем, это не только Азербайджан, всем не покажется. Поэтому никто не заинтересован в этом. И Азербайджан, понимая это, уже много лет, много лет готовится к этому. Азербайджан, решив свою проблему в Карабахе, опять же, решив ее непосредственно, так стабильно, хорошо. Ну вот видите, как ювелирно мы еще продолжаем решать проблему. И тут вот в этой ситуации такая тематика. Поэтому, естественно, нас тоже должны поставить в известность и согласовывать определенный момент. Но то, что Азербайджан вовлекаться не будет, это однозначно. Отношение Азербайджана к тому же Ирану, отношение Азербайджана к тому же Израиля всем известно. Поэтому я не буду на эту тему открывать Америку, это понятное дело. Другое дело, у Азербайджана свои интересы в этом регионе. Азербайджан будет оставить всегда свои интересы. Международное право, оно международное право. Позиция Азербайджана, она однозначит. Но сейчас ваш вопрос был касательно того, что Ирана. Просто я хотел объяснить, почему Шойгу прилетел туда, почему он залетел в Азербайджан. И что Россия ждала из этого. И жду ли я какой-то эскалации. Я не жду здесь никакой эскалации, потому что эта эскалация никому не нужна. И вот эти воежи, воежи, вот так сказать, и Москвы, и западных эмиссаров, включая того же Блинкина, да, и я уже не говорю тех, которых мы не видим, но они тоже летают, спецслужбы, они тоже летают, лишний раз говорю о том, что никто не заинтересован в этой эскалации. И в первую очередь Иран не заинтересован, потому что для духовного лидера Ирана очень важно сегодня протащить на эту должность своего сына. В Иране это сделал очень трудно, потому что до этого, до этого это было сделано через должность президента. Он сам пришел, будучи третьим президентом Ирана, и когда Аятулла Рухулла Мусави Хомейни, бывший духовный лидер, скончался, его в 89-м году назначили на эту должность автоматически. Этот вариант с Ибраимом Раиси кому-то не понадобился, не устроили. Может быть, те, которые даже стоят за его собственным сыном, которые не хотят, потому что там очень много группировок, там тоже большие деньги. И вот сегодня, я так понимаю, его сын безальтернативный, я не знаю, насколько отец согласен с этим или не согласен, но отца подвигают под это дело, чтобы он согласился именно с этим. А ежели это именно так, дорогие мои, кому нужна эта эскалация? Внутри Ирана в ближайшее время будет смена духовного лидера. Готовятся все к этому. А во время эскалации, во время, это вообще не станет. Им нужна какая-то стабильность на время, вот до того, когда эта смена произойдет, после того, когда эта смена произойдет, несколько лет, чтобы он осел в этом кресле, то есть стабилизировал всю эту ситуацию, и тогда после этого еще можно будет о чем-то говорить. Поэтому сегодня в этой эскалации не заинтересован ни Израиль, ни Иран, ни Соединенные Штаты Америки, ни Россия.